Конституциональные типы Я просто много лет все время пыталась понять, почему все мои пациентки с рецессиями выглядят почти одинаково. Это маленькие худощавые барышни или очень субтильного телосложения мужчины. Ну если это не нейтрогенные какие-то истории, а вот такие классические первозданные рецессии. И стала анализировать, и поняла, что они и, естественно, и зубочелесная система, как маркер фенотипа, он тоже переносит все вот эти признаки в полость рта. Ну это откуда вообще родилась вот эта история. И мы написали вот такую табличку, а вот здесь, да, соответственно, конституция. Я расписала, какие превалируют типы костной ткани у пациентов, как у него выглядит биотип чаще всего. Понятно, что это какая-то стандартизация идет, но она все равно очень помогает при выборе метода операции, при подготовке пациента к операции. Это относится и к мягкопластическим операциям, и к костнопластическим операциям. То есть когда вы видите своего пациента первый раз, вот это первичное какое-то знакомство, в вашей голове должен такой колокольчик зазвонить, кто перед вами. И что, в какую историю вы с ним можете пуститься, и как его можно подготовить, если он не готов, как вы считаете, на основании вот этого всего. Вот, и вот именно вот это я в классификации назвала общими причинами. Потому что только вот такая общая причина может повлиять на само течение имплантологического лечения. Это очень важно на самом деле, когда вы вот это все планирование совершаете на этапе до, а не расхлебываете потом ошибки свои постимплантологическим лечением. Потому что просто там неприятная чисто психоэмоциональная ситуация, пациент, устанавливая имплантат, почему-то считает, что он поставил себе его на века. Это какая-то незыблемая конструкция. Вот зубы, они такие предательские, были плохие. Они вот подводили просто с утра до вечера и болели. А вот это, это как бы, и когда с ним что-то не так происходит с этим имплантатом, у них это такой стресс вызывается больше, чем мне всегда так странно. Им своих зубов было не жалко, они их не лечили, не чистили, ничего с ними не делали. А тут они этот винт дурацкий титановый вкрутили. И все, и теперь мы на него молимся, конечно, как бы, да. И поэтому вся история с переимплантитами, она еще связана вот с этим негативным психоэмоциональным фактором у пациентов. Потому что они уже вот как-то, по всей видимости, я все-таки, знаете, как думаю, это такой ментальный момент. Зубы им дала природа и родители бесплатно. Я только хотела сказать, они за него заплатят. А за имплантаты они уже платят деньги свои собственные, и им их жалко. И, конечно, уже какие-то требования, то есть вот к себе они их не могут предъявить, когда они их не чистят, не приходят на профгигиену, не ходят к стоматологу годами, по 10, по 15 лет. У них же все хорошо, у них ничего не болит. Это нормально так относиться. А когда у него имплантат один стоит, он будет его как пасхальное яйцо, холитерилей. Может быть, я скажу, не знаю, я сейчас стала очень разборчиво брать на имплантацию пациентов. Для меня как-то, для меня какой-то такой произошел перелом. Я решила, что не всем нужно ставить имплантаты. Какое-то такое пришло осознание просто. Я получаю огромное удовольствие, если, например, у меня какой-то пациент или пациентка, у которого критичная ситуация, и ему грозит только съемное протезирование. И когда он получает вот эту несъемную конструкцию на имплантатах с полной реабилитацией, у меня просто такая радость, потому что то, что я ненавижу, это съемное протезирование. Я его просто ненавижу, но у нас, у меня пациенты все молодые достаточно, они связаны все с продонтологическим статусом, с тяжелым. И они в достаточно раннем возрасте, очень многие имели удовольствие съемного протезирования. И, конечно, как бы я испытываю большую радость, если у меня получается им помочь решить их проблемы. Но, опять же, далеко не со всеми я стала опускаться во всякие такие серьезные, действительно, какие-то большие работы. Мы поговорили о том, что происходит с нашими имплантатами без нагрузки. Ну, то есть, понятно, если это вот заглушечный переимплантит, мы его почистили, поставили в формирователь. Если это все остальное, это вывалилось уже, как бы мы с этим не работаем. Ждем дальше. Историю с гарантией. Что может происходить с имплантатом в постортопедической нагрузке, будет она провизорной или уже постоянная какая-то, да, супраструктура вот эта. Значит, процесс может пойти по атрофическому типу. Вовлекая кость в этот атрофический тип или не вовлекая, когда будут вовлечены только мягкотканные комплексы. Он может пойти по воспалительному типу. Опять же, с вовлечением костной ткани или только в пределах мягких тканей десны. И еще бывает история, когда первично был атрофический процесс, и туда присоединилось воспаление, или наоборот. Воспалительный процесс вызвал атрофическую историю дальнейшую. То есть они могут вот так друг за другом, как тени толкай такое, связываться и друг друга тащить куда-то. В каждом случае будет разное решение. Скажите, пожалуйста, у кого есть опыт лечения переимплантитов, своих, чужих, или без разницы, мне все равно. Кто-нибудь что-нибудь с этим делает? Расскажите мне, пожалуйста, что вы делаете. Убираем навыляцию, если вертикально не дойдется к кистинику. Убираете, а вы... Ну это как выглядит? Как что? Какая-то лоскотная операция? Или как вы... Ну это лоскотная операция. Ну это скиринг. Аэрфло по имплантату? Ну да, без разницы. Ага. Ну я обычно просто вычищаю грануляцию под анестезией, под ванночную дисептику. Потом где-то специально насадкой заполировываю это все, пытаюсь туда био-оскву помещать. С био-гейтом, с рушеварой. Ну, чтобы там был какой-то суперрезультат, не могу сказать. А в каких это ситуациях? Это воспаление? Да, когда это воспаление. Воспалительное, да? Да, и да, но и когда вот так все, когда пациенты приходят, ну вот, или их приводят. Ну, понятно. Сделай что-нибудь. Вот это та ситуация, когда у нас кабинет пишут, что-нибудь сделай. Понятно. Ну, чтобы там вот эта атрофия ушла в костной ткани, такого нет. Потому что био-оск, импланты, это просто число. Ну, это бессмысленно, это я с вами согласна. Ну, био-оск, вообще бессмысленно работать, мне кажется, просто по определению, поэтому. Но тут не всегда можно выбирать, потому что есть, так понимаю, политика другая, да. Я сразу могу оговориться, просто вчера вас не было, к сожалению. Я работаю вообще только аллогенными материалами, поскольку это является золотым стандартом. Но американские аллогенные материалы очень дорогие, поэтому, естественно, это леопласт и всё. Да, конечно, конечно. А как этот леопласт поместить в такой резон? Он же его... Ну, он в виде пластиночек. Какой в виде пластиночек? Огромное количество как раз-таки материалов, которые все смешиваются. И для разных клинических ситуаций они подбираются в разных пропорциях эти материалы. Я просто как продонтолог интересовалась только мембранами. Очень жаль. Я как-то продонтолог без костного материала у нас работает. Да, био-оск. Вы просто должны хотеть результат и продавить свою позицию. Ну, вот я и хочу продавить свою позицию, хочу понимать. Да. Почему я вам так сказала по поводу био-оса? Во-первых, ксеноматериал не может являться... Ну, про индукцию я просто молчу. Он не может являться даже кондуктором для нас с вами. Да, остеогенез. Это просто невозможно. И все эти исследования компании, они просто куплены. Я могу сказать, что это тот же био-ос, но это всегда до него тоже боролось, чтобы мне хотя бы его дали. Потому что перед этим давали этот салопат. Ну, это прекрасная синтетика, и можно что-то замазывать там, да. А как вы это подносите человеку, потому что говорите, что аллоген? Я вообще не обсуждаю с моими пациентами такие вещи. Я вообще не обсуждаю с моими пациентами такие вещи. Продолжение следует...